Данное мероприятие в таком масштабе, в таком ракурсе мы проводим первый раз. Это ознакомительное, такое вступительное мероприятие для детей с особыми потребностями. В дальнейшем мы собираемся с этими интернатами, школами сотрудничать, заключать договора о сотрудничестве и проводить уже непосредственно программы по реабилитации групп детей в малом количестве. Потому что мы понимаем, что на сегодняшний день приехало порядка 300 детей, и, конечно же, никакой реабилитационной функции это нести не может. Это всего лишь ознакомительная составляющая. Когда они знакомятся с территорией, знакомятся с нашими всеми животными терапевтами, получают удовольствие. Сегодня познакомились с основами анималотерапии. Нашими животными терапевтами. Это и канистерапия, это собачки наши, это и животные, которые участвуют в ипотерапии. Это лошади, ослы, пони. Зоотерапия – это то, что мы с вами можем получать удовольствие от наблюдения просто за живой природой. У нас сегодня порядка семи интернатов детки с проблемами с двигательным аппаратом и с речевыми нарушениями, с слабослышащими. То есть достаточно обширный и разнообразный контингент. Мы ни в коей мере не заменяем им основное лечение, мы лишь оказываем дополнительные реабилитационные услуги, которые они могут здесь получить в рамках для Украины пока еще нового направления, как и такого, как анималотерапия. Я мать-одиночка, воспитываю ребенка инвалида с первой группой. Учимся в третьем классе, ходим в 124-ю школу. Замечательно в классе, у него даже друг очень лучше есть, Максим, на день рождения приглашали. Все очень хорошо, общаются дружно, никто никого не обижает, они его все возят. Мы любим, когда нас приглашают куда-то ездить, потому что самим тяжело. Так часто нас куда-то вызывают, мы вот сейчас на футбол ездили. Мое хобби – это я ютубер. Я хотел бы часто ездить в парках трансмон. И так бы я хотела поехать в Египет, изучать пирамиды и купаться. Малая семья – это я ютубер.